Постановление советского правительства, вышедшее 4 октября 1932 года, учреждало общесоюзную систему местной противовоздушной обороны. Она должна была предупреждать население о возникшей угрозе и о том, что она миновала. Кроме того, в задачу этой службы входила работа по подготовке для населения бомбоубежищ и газоубежищ. С этими целями обычно использовались подвалы. Сегодня, 4 октября, в МИАСе прошла тренировка по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций». Мероприятие прошло в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Подробности далее. Гражданская оборона МЧС России в мирное время также необходима, как и в военное, ведь на ней лежит ответственность за решение целого комплекса задач по обеспечению безопасности населения. В этот день, в соответствии с указом президента и постановлением правительства Российской Федерации, проводится всероссийская тренировка по переходу работы государства в режим военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций. Управление ГОЧС в МИАСе организовало тренировку, в ходе которой были проведены практические мероприятия, такие как проверка автоматизированной системы оповещения населения, получение имущества гражданской обороны со склада мобилизационного резерва, приведение в готовность и организация работы элементов гражданской обороны. Этот день ознаменован тем, что кроме системы оповещения и таких визуально-звуковых сигналов, которые должен знать каждый гражданин Российской Федерации, будет отрабатывать практические навыки, которые связаны с непосредственной отработкой тех мероприятий, которые будут необходимы в случае перехода на работу в военное время, ну и схожая ситуация в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Будут отработаны моменты получения противогазов на складе мобрезерва, который находится в поселке Устена, будет развернут пост традиционно-химического наблюдения, практически будут отработаны все моменты, связанные со сборными вакуапунктами и какие-то мероприятия уже отрабатывались в практическом направлении в течение предыдущего времени, практически в течение всего года. В целом следует отметить, что за время своего существования гражданская оборона спасла сотни и тысячи жизней мирных граждан, принимала активное участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства. Одним из главных и приоритетных направлений в деятельности МЧС, как и прежде, остается предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда значимости и задач, выполняемых МЧС, обучение населения действием по прогнозированию, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пользу случая я хочу поздравить всех людей, которые причастны к гражданской обороне МИАСского городского угруга и нашей страны с профессиональным праздником, пожелать мирного неба над головой.